Добрый день, коллеги! Меня зовут Маргарита Ерофеева. И в отличие, наверное, от предыдущих ораторов, которые выступали до меня, я представлю сегодня проект небольшой. Проект по автоматизации где-то 30 рабочих мест, но, тем не менее, может быть, он тоже кому-то будет интересен, потому что мы не холдинг, и мы не внедряли, но, тем не менее, документооборот нам тоже очень помог в нашей повседневной работе. Я представляю группу компаний «Организация питания на вокзалах», «Трансмаркет» и «Транссвязь». И, наверное, каждый из нас, кто был за последнее время, каким-то образом присутствовал на вокзалах, мы можем эти изменения на наших вокзальных комплексах как Москвы, так и России видеть. И могу тоже с гордостью сказать, что в этом отчасти есть и наша заслуга, поскольку мы являемся сетевым оператором, работаем мы на рынке с 2011 года, и основной нашей деятельностью является сдача площадей на вокзальных комплексах России. У нас есть тоже свои визитные карточки. Они, конечно, наверное, может быть не такие достойные, как самая быстрая подводная лодка и самая первая подводная лодка, но, тем не менее, у нас есть тоже наши визитные карточки. У нас есть сетевые партнеры, которые сейчас широко представлены на вокзальных комплексах. Это рестораны сети «Росинтер», это рестораны «Ильпатио», «КФС» и многие другие. Наверное, часто мы их можем видеть как просто на улицах Москвы, так в том числе и на вокзалах. Могу сказать, что развиваемся мы достаточно быстро, и развиваемся мы в ногу со временем. И, наверное, все знают, что грядет у нас чемпионат мира по футболу в 2018 году. Естественно, вместе со всей страной и наши вокзалы должны встретить его достойно. Посему мы развиваем не только Москву, но и регионы. И в этом ключе большие инвестиции и крупные достаточно проекты у нас были на вокзалах Екатеринбурга, Воронеже, Нижнего Новгорода, Волгограда. По сути, во всех тех городах, которые будут принимать этот чемпионат мира. Поэтому, если говорить об инвестициях, то мы тоже достаточно такая компания, инвестирующая средства. Как я уже упомянула, что развиваемся мы достаточно активно. И на начало 2017 года мы поняли, что тот объем документа оборота, который у нас на сегодня есть, основным нашим средством в нашей повседневной деятельности служат договоры. И договоры у нас еще, помимо того, что с субарендаторами, они у нас еще и с основным держателем этих площадей, а это именно РЖД. Мы поняли, что у нас насчитывается порядка 500 субарендаторов на тот момент. И мы поняли, что это проблема. То есть все то, что мы использовали в качестве каких-то инструментов до того, оно уже просто изжило себя. И мы поняли, что нам нужна какая-то система для того, чтобы каким-то образом наш документ оборот организовать правильно. И встало, естественно, два вопроса. Что делать, какую систему выбирать, из чего начать. Ну, это те процессы, я не буду их, наверное, с которыми сталкиваются все в своей повседневной работе. Но вопрос-то у нас, собственно, стоял, с чего начать. Поскольку это уже, если мы посмотрим на масштабы нашего проекта, это картинка по завершении проекта, который мы смогли получить. Мы тогда действительно осознали, насколько необходима нам эта система, и какое количество документов мы, по сути, выдаем в процессе своей деятельности. Встал вопрос о выборе партнера. Когда мы говорили, безусловно, с этим столкнулись, наверное, все. Когда выбирают партнера, очень хочется, чтобы партнер понимал себя с полуслова. И вот для нас таким партнером оказался один СРАРУС, потому что на встрече буквально нас поняли с полуслова. И любое наше начинание, когда мы начинали рассказывать о своей проблеме, оно было просто в унисон принято, и тут же предлагались варианты решения. А в качестве технологии была предложена нашими партнерами система Agile. Если мы посмотрим перевод с английского, то там есть несколько. В нашем случае, наверное, был бы шустрый и такой ловкий, правильным переводом нашей ситуации. Позвольте мне представить нашего технического руководителя проекта Рамиля Аглямова. Он буквально в нескольких словах расскажет вам о системе внедрения Agile и немного о нашем проекте. Спасибо, Маргарита. Меня зовут Рамиль. Я технический руководитель проектов 1С РАРУС. Сразу, как мы пришли к клиенту, мы предложили внедряться именно по этой технологии, потому что, несмотря на все опасения, эта технология позволяет минимизировать риски. Многие организации боятся внедряться по Agile, потому что они боятся потерять контроль над проектом. Как можно управлять проектом, если нет СДР, нет сроков, нет исполнителей, спрашивают они нас. На самом деле в Agile есть сроки, они определяются длиной спринта, а ответственно определяются исполнителями по задачам спринта. Безусловно, в любом случае ответственность целиком и полностью лежит на всей проектной команде. В текущем проекте для нас спринта была определена в одну неделю. Мы готовили вначале прототип, который демонстрировался функциональному заказчику. На эту демонстрацию, на эту презентацию, как правило, приглашались еще и сотрудники подразделения, для того, чтобы получить от них максимально обратную связь. Они предупреждали, что на этом этапе им разрешено критиковать программный продукт, высказывать какие-то свои замечания и пожелания. Те замечания, которые после презентации утверждались руководителем проекта, либо функциональным заказчиком, мы уже включали в релиз продукта, на базе которого мы проводили уже обучение. Здесь мы уже предупреждали сотрудников, что нельзя критиковать продукт, нельзя его корректировать. После того, как при необходимости готовились инструкции или какая-то другая рабочая документация, функционал сразу запускался в работу. То есть получается, что мы сразу вводили продукт в промышленную эксплуатацию. Я всем рекомендую попробовать Adjava, если вы еще не пробовали. Потому что на выходе, в финале, вы получите реально тот продукт, который вам нужен в конце проекта, а не тот, который вы задумывали в начале, когда у вас было немного представления о функционале самого программного продукта и о способах реализации тех вещей, которые вы хотите. Спасибо. Маргарита, снова вам передаю слово. Рамиль, спасибо большое. Я тоже всячески приветствую и говорю огромное спасибо за именно этот метод внедрения, потому что мы были действительно на нашем уровне, на уровне пользователей, очень довольны именно таким методом. Начали мы от простого к сложному, что называется. И, наверное, все мои предыдущие коллеги рассказывали именно об этом, что в первую очередь автоматизируется учет исходящей корреспонденции. Это легко, это всем понятно, и, собственно, так оно и было. Да, был организован также процесс рассмотрения у нас входящих документов с внесением резолюции генерального директора, но здесь мы как такая немножко бюрократическая система, представляющая РЖД, тоже немножечко, наверное, уклонились. Я не могу похвастаться тем, что босс у нас ставит свою электронную подпись. Было все-таки решено, что наш генеральный директор ставит свою подпись и резолюцию на бумажном документе, и в связи с этим его помощник, секретарь, для нее нам нужно было разработать несколько дополнительных задач, то есть каким образом она потом будет эти подписанные документы уже заносить в электронный документооборот. Ну, вот с помощью той же системы agile мы сделали такие примеры, посмотрели, как это работает, и для себя остановились на приемлемых для нас вполне решениях. Что касается второй очереди, для нас она была то, что мы называем сложная, поскольку она отражала именно автоматизацию договорной деятельности нашей основной и самой, пожалуй, трудоемкой. Для этого документы были у нас категоризированы по видам внутренних документов, все необходимые значения, реквизиты и прочие были точно так же настроены, и имеется, ну, имелось и, собственно, имеется на сегодня так же еще привязка к, ой, простите, к отделам. Да, то есть каждый отдел имеет тоже какие-то свои определенные виды, виды и категории документов. В результате третьей очереди мы уже автоматизировали процессы движения документов, то есть мы создали шаблоны, получилось у нас их 11 процессов согласования, то есть, по сути, под каждый существующий там, так скажем, комплексный процесс определенных документов, свой, три процесса исполнения и один процесс ознакопления. Более того, скажу, что сразу был настроен автозапуск процесса непосредственно из карточки документа, что значительно сократило время прохождения согласования и подготовки документа к согласованию. Не могу не сказать о памятках, о создании памяток. Но вы знаете, что касается памяток, тут, наверное, каждый решает для себя сам, нужны они или нет. Мы на определенном этапе пришли к выводу, что они нам нужны. И опять же, спасибо огромное Рамилю, он сделал нам видеопамятки по каждому процессу. То есть на сегодня, если вдруг кто-то что-то забыл, либо пришел новый человек, либо есть какое-то там совмещение или замещение должностей, либо обязанностей, мы легко можем к этим памяткам обратиться. Ну и о результатах. Что касается работы с письмами. Упомянула, что в нашей бюрократической немножко структуре, поскольку мы в РЖД, у нас очень много входящей и сходящей корреспонденции. Но на сегодня работать с ней легко. Мы можем легко найти любой документ, можем найти связи, по иерархии провалиться и посмотреть в связях, что с чем связаны, каковы были резолюции, либо какие-то действия по входящей или исходящей корреспонденции. Любой документ, который загружен в систему, но об этом все докладчики говорили, это просто удобство из удобств. Очень легко находить документ по разным. Каждый пользователь в процессе работы с программой привыкает к каким-то определенным и удобным для него шагам и системам поиска. Но все они, поверьте, очень просты, удобны и действительно можно пользоваться с разных сторон в любом виде. Но иерархия сохраняется, поэтому это очень удобно в документообороте. Что касается работы с договорами, я хочу здесь немножечко упомянуть о регламенте. Мы подготовили тоже такой регламент в процессе внедрения проекта, так скажем. И если говорить о регламентах, то регламенты, наверное, тоже бывают разные. Но мы пытались создать такой регламент, который поможет нашим сотрудникам не заставить их работать, а делать свою работу более качественно. И предоставлять, в частности, документ на согласование с правильной и качественной информацией для согласующих. Это очень нам помогло в дальнейшей работе. И действительно пошел процесс у нас намного быстрее и качественнее. Действительно, вот это так. Работа с поручениями. Это тоже все отмечали, что любые поручения выводятся в качестве реестра. Можно посмотреть просроченные поручения, невыполненные. Ну и, соответственно, уже принимать какие-то меры. Что касается неожиданных результатов, здесь тоже была очень интересная статистика, которую мы увидели. И, наверное, она была очень полезна для нашего менеджмента и руководства, да и, собственно, для тех сотрудников, чье количество задач вот здесь отмечено неким красным овалом. Мы часто не задумываемся над тем, что у нас в каждой организации, я уверена, есть ключевые сотрудники, которые несут на себе вот такое бремя ответственности и принимают на себя вот то огромное количество задач, которое в разы, буквально в разы превышает количество задач, падающих на остальных сотрудников. Это было вот неким таким сигналом обоюдо полезным как для самого сотрудника, перегруженного, да, вот таким образом, так и для руководства. То есть здесь были приняты, безусловно, управленческие решения по делегированию задач, полномочий, по их разделению и так далее. То есть таким образом документооборот нам очень в этом помог. Что касается дальнейших планов, не могу не упомянуть, что проект внедрения документооборота является у нас только первой такой ступенью, первой стадией. Мы еще вводим у себя отраслевое решение аренды управления недвижимостью, потому что у нас очень много площадей, номенклатура их очень широка, и они могут быть от одного квадратного метра арендуемых, да, каким-нибудь лотком подмороженные, до крупных каких-то сетевых субарендаторов. Поэтому на сегодня у нас уже есть формирование мигрирования некоторых документов из модуля аренда в модуль документооборот. То есть таким образом сокращается у нас время на формирование карточки, учетной в документообороте. Ну, тоже, наверное, хочу сказать спасибо огромное представителям 1СРАРУС, нашему техническому руководителю. А для, так сказать, в качестве пожеланий могу сказать, что, вы знаете, не бойтесь внедрять документооборот, как на крупных, наверное, мне сложно сказать, а вот для небольших организаций это действительно помогает. Но вы должны хорошо понимать, куда вы идете, с чем вы идете, с каким багажом, и правильно все воспринимать, то, что вы делаете каждый день. Спасибо вам огромное и удачи!